Что является самой ценной деталью тех компьютеров, которые у вас имеются? Процессы. Нет, не процессы. Какие еще версии? Росткий диск. Сам по себе жесткий диск. Информация. Информация на диске. Информация на диске. Любое железо, которое вы слышали из строя, вы можете заменить. Это всего лишь вопрос денег, как вы понимаете. Но то, что хранится у вас на жестких дисках, если вы теряете, вы теряете. Пойти и купить снова вы этого уже не сможете. Поэтому хранение информации в компьютерах это очень важный момент. Пожалуйста, важнее, чем даже производительность компьютера. Потому что скорость процессора, скорость видеокарты и тому подобное это только время. Не более того. Потеря информации это катастрофа. Что такое жесткий диск? Я думаю, что это азовый, вы все это прекрасно понимаете. Магнитная пластина, металлическая или стеклянная, консольная подрезка. Двигатель на пластырь, отдайте вы сюда магнитную голову. Что может случиться нашему любимому голову? Прежде всего, механический износ. Механический износ на что у нас может скатываться? Во-первых, голову перестанет попадать на мунистовый диск. Может просто-напросто выйти из строя либо двигатель, либо схема его управления, либо перестанет крутиться. Может повредиться сама поверхность, она не вечная. То есть, механический может повредиться. Можно повредиться на уровне, так сказать, физико-химическом. То есть, какой-то механический поверхностный перестанет нормально замагничиваться и размагничиваться. Все это приводит к гибели информации, которая у вас там находится. То есть, если у вас что-то здесь есть, а двигатель не крутится, то, естественно, вы не можете добраться до того, что у вас здесь записано. Правильно? Чем характеризуются жесткие диски? Объем, хорошо. Скорость вращения, да? Чем еще? Еще раз. Нет, в данном случае я рассмотрю именно диск. Не механическому хранительному я вернусь, если успею. Что еще можно сказать про диск? Размер. Ну, объем. Или вы имеете же форм-фактор? Да, здесь плавленный форм-фактор. Ну, с точки зрения эксплуатационной, да, пожалуйста, в этом стоит думать. Да, форм-фактор. Что еще можно сказать про диск? Какой параметр диск, когда вы его выбираете, что вы смотрите? Время доступа. Время доступа. Время доступа параметр комбинированный. Что складывается сейчас в параметре? Наверное, я уже говорил, что у нас в голове нет. Время доступа складывается у нас из времени движения головки и скорости подвода требуемого сектора. То есть это комбинированный параметр от скорости вращения и скорости движения магнитной головки. Хорошо, а что еще вы знаете про диск? Какой еще параметр? Ну, скорость передачи, тип интерфейса, наверное, да? Наверное. САДА-2, САДА-3, да? Это имеет в виду что? Да нет, скорость передачи. Обычно от геогерцерта смешиваются. А, линейная скорость чтения записи, да? Хорошо. Обратите внимание, вот эти два параметра связаны между собой. Они связаны совершенно неоднозначно. Теоретически, чем меньше время доступа, тем больше линейная скорость. Правильно? В одной графике диска есть еще несколько вещей. параметра пипа интерфейса. И интересный параметр, на который вы, наверное, обращали внимание. Размер буфера. На что влияет у вас этот параметр? Как вы думаете? Размер буфера. А что такое буфер? А. Буферная память – это промежуточная, не механическая память, находящаяся между группой аэротистом и самоубличительной системой. В современных дисках она бывает, ну, меньше 16 мегабайт я уже не видел в продаже, до, ну, в больших корпоративных минус 256, но это очень было. Что это нам дает? Если мы хотим что-то записать, мы скидываем эти данные сюда быстро, и они сюда были в раз, на какой-то скорости. Если мы начали читать какой-то фрагмент данных, то он, независимо от наших запросов, подсчитывается здесь сюда целиком, и при последующих обращениях считывается практически ненаверно. Так вот, у жестких дисков, кроме этого всего, есть параметр, который напрямую связан у вас с надежностью. Параметр, который называется, среднее время наработки на окрасе. В заключении, в связи с предстоящением методами ТМС-ТО измеряется в обычных часах. Он показывает, через сколько часов в среднем, отчеркиваю, в среднем, выйдет из строя купленный вами новый жесткий диск. Как правило, этот параметр очень большой. Там, ну, сотни-пидцать часов, пишутся, сотни-пидцать часов в складации. Поэтому, на практике, очень часто используется обратная величина вероятности отказа в течение года. Там достаточно сложная формула, но для простоты ее можно считать, как 8 часов в годах. или на этапе, на котором вы хотите получить вероятность отказа. И помните, на вот этот параметр. Записываясь, как правило, в процентах, и для современных жестких дисков, эта величина на годовом интервале болтается в основном до 2%. Это вероятность того, что в течение года, первого года, ваш жесткий диск выйдет из строя. Что самое интересное? Если у вас год диск проработал, то не повод успокаиваться. Вероятность для следующего, для второго, как правило, на практике принимается в двое больше, чем за первый год. То есть вероятность того, что вы останетесь безданным за второй год, соответственно, от 2 до 4%. Дисков, которые пережили десятилетний рубеж, можно перечислить по пальцам. Что можно сделать для того, чтобы спасти нашу информацию? Бэбкап. М? Бэбкап. Ну, бэбкап это немножечко не то. Хотя, конечно, правильное дело, но вы потеряете очень много времени. Достаточно критичный фактор. Рецепт. Ну, идея совершенно правильная. Информация должна быть как-то продублирована, скопирована. Как мы это можем сделать? Что? Ред массив. Ред массив. Что такое ред массив? Когда два диска одинакового объема соединяются вместе, видится как по... Да. Вы представили массив, так называемый... Ред массив на диск сатаны. Да. Да. Отказовоустойчивый массив независимых дисков. Уровни у него от 0 до 6. 10 это комбинированный массив. До 6. И есть несколько пкв-к ответвлений, о которых я расскажу позже. Простейшим вариантом рейд массива, не обладающим свойством отказовоустойчивости, является рейд 0. Что это у нас такое? У нас есть некий поток информации. Мы его делим на две части. И одну часть мы пишем на один жесткий диск. Вторую часть мы пишем на другой жесткий диск. Что мы выимпровожим? Скорость. Скорость. В данном случае мы получаем чистое удвоение скорости. Причтение соответственно тоже самое, скорость удвоевается. Диск у нас здесь может быть 2, 0, 4, 0, и в год до того, что 0 вы сумеете установить свои компьютеры. Физически бывают массивы на 16 в серверах листов. В данном случае мы получаем 16-ти тратную скорость. А какая будет вероятность отказа этого засилу? Вероятность отказа будет в 16 раз больше. Потому что мы теряем все в случае отказа любого жесткого диска. Получаем, что надежности у нас здесь нет. Вообще никак. Если кто-то увлекался играми и пытался ускорить свой компьютер с помощью рейтнера, наверное, проблема еще в том, что массив рейтнера такого типа может рассыпаться не только из-за отказа жесткого диска. Диски могут быть исправны. Но система поможет сигнал отказа. Из-за чего? Из-за того, что применены диски с немного разными временными характеристиками. И один из дисков просто не успел. Пишется поток. Один из дисков говорит, я не успеваю, я не успеваю, я не успеваю. Отказ. Все посыпано. При этом сам по себе он исправен. Он пройдет все тесты. Его не примет гарантию. Но данные ваши погибли. Поэтому информацию нужно обуглировать. Как совершенно верно было сказано. Как мы едублировались? Мы пишем эти самые блоки данных и на этот диск, и на этот диск. Правильно? Соответственно, второй блок сюда пошел, второй блок сюда, третий сюда, третий сюда. В данном случае мы совершенно спокойно можем потерять любой из дисков. Вот этот диск является абсолютной копией вот этого. Поругались, пошли в магазин, купили второй диск, заменили, восстановили, надежность хранения. Есть один маленький нюанс. Если вы покупаете эти диски одновременно, они принадлежат к одной партии промышленной, одновременно введены в эксплуатацию, есть очень большой шанс, что и время выхода из строя не будет примерно одно и то же. Поэтому, если у вас произошел отказ такой системы, собранной сбоку одновременно купленных дисков, вы не продолжаете ее эксплуатацию, выключаете и бежите на данный диск. Просто есть шанс, что очень скоро накроется и так. Это принципиально важно. Когда вы забираете массивы, помните, что диски одной промышленной партии склонны к выходу из строя примерно в одно и то же время. А будет ли у нас ускорение вот такого массива? Нет. Что мы можем сделать с ускорением? Для ускорения мы можем объединить технологии у нас был RAID 1, просто зеркало. Для ускорения этого массива мы можем объединить технологии RAID 1, зеркало, и RAID 0. Получить массив, как вы говорили, вот он и есть здесь. Это комбинированный массив. В данном случае мы используем 4 диска. Пишем блок А сюда, блок А сюда, блок В сюда, блок В сюда. Соответственно, С это С, Д, В. В данном случае мы получаем удвоение скорости, поскольку у нас пишется параллельно два потока. И получаем надежность зеркала. При этом надо понимать, что мы теряем половину емкости, если половина диска в массиве занимается хранением контрольной информации. Вопрос. А можно ли собрать этот массив такого типа из трех мест? На самом деле, можно. На самом деле, можно. Это будет введено не так давно вверх к пульсу, которые выглядят очень интересно. Мы берем 3 жестких диска. Начинаем писать на них информацию. Пишем блок А сюда, блок В сюда, блок С. А потом повторяем запись. Но уже пишем, скажем, блок В сюда, Ц сюда, А сюда. Понятная идея, да? Убираем информацию у нас хранится как минимум на двух жестких дисков. При этом мы все равно теряем половину массива, поскольку мы дублируем каждый раз. Теряем половину объема, мы собираем массив вот такого типа из трех дисков. Его характеристики находятся где-то между массивами 1 и 0. По скорости, поскольку здесь у нас все равно идет в работу два диска в любой момент времени, а по емкости мы теряем, как положено, половину. Это практически применено здесь. Есть два типа массивов, которые в настоящий момент не применяются. Они были введены для больших машин в свое время по довольно интересным причинам. Например, RAID 2. Здесь используется обычный код ЕЦЦ. Представляете, что машина такая? Высыпка. В чем его проблема? Здесь мы берем, рассыпаем пайп на биты на 8 штук и рассчитываем контрольные значения по каждым группам. На 2, на 4, если на 8, получается 5. То есть, в итоге, если суммировать, то у нас минимальное количество дисков, из которых имеет смысл собирать массив проектова, получается 7 дисков. Из них на 4 у нас будут данные, на 3-х рисках. Будет контрольный. У этого практически никакого нет, кроме одного. Битовые массивы очень быстро устанавливаются на лету в случае сбоя. Но нагрузка на такой массив получается очень большая, поскольку для записи любого файла нам нужно долго терзать все 7 дисков нагрузок. Скорость линейного чтения больших массивов хорошая, записи хорошие, но если вам нужно одновременно работать с несколькими файлами, это не работает. Такой массив впадает в стоп. Массив RAID 3 выглядит примерно так же, но у него минимальное количество дисков в наборе 3. В нем применяется элементарное исключающее или в качестве кодирования, исключающее или представляется для операции. Написать. Хорошо. операции мусор нам понадобится. Ну, там следующий номер. Нужно сложение по модулю 2. Это не является более знакомым названием? Нет? В общем, в данном случае единица у нас получается в том случае, когда один, только один из опирантов является единицей. то есть, в данном случае у нас результат сложения двух единиц ноль, единица, единица, разная операция, единица, одинаковая, ноль, разная, единица, разная, единица, одинаковая, ноль. Чем хороша данная операция? Она обратима. Она обратима. Мы раскидываем наши байкики на три жестких диска. Вот байки. А, байки контрольные. И что у нас произойдет, если выходит из строя вот этот вот старый жесткий диск? Вот он нас умирает. Вот эта информация нас умирает. Что мы делаем? Мы становимся через байки. В? Программа мирового на той же самой операции, исключающей выилик, на основании имеющихся данных. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Наши данные вернулись. Наши данные вернулись. Все хорошо, да? Есть только один нюанс, почему данный тип массива не пользуется сегодня в стране. Дело в том, что информация у нас хранится на диске от них не в байтах. А в чем? Блоков. Пайл хранятся в виде блоков определенного размера. Поэтому, если мы собираем вот, уносить такого типа там, из 5-6 дисков, у нас любая блоховая операция затрагивает все диски. Мы получаем хорошую линейную скорость чтения, но множественные запросы мы опять же обрабатываем блоков. Поскольку мы опять грузим все диски, мы должны обработать первый запрос всеми дисками, второй запрос всеми дисками, третий и так далее. Рост производительности от них не такой, как бы нам хотелось видеть. Для одного большого файла хорошо, для многих маленьких хуже. Как этого избежать? Избежать было придумано как на уровне RAID 4. Вот такие операции в массивах RAID 4 проводятся не с байтиками, а с блоками информации размером надаваемого пользователя. Типовой размер такого блока 64 кб, но может быть и больше. Что мы в данном случае получаем? если мы записываем какой-то блок информации, он целиком полностью пишется вот сюда. Дальше идет расчет, ну, на самом деле до того. Пишется первый контроль. Сколько дисков у нас задействовано? Два. Можем мы одновременно задействовать вот эти диски? Почему бы и нет? Мы можем отсюда что-нибудь прочитать в это же самое время. Производительность у нас растет. Правильно? а вот что произойдет, если мы захотим записать блок D одновременно с попыткой записи блока А? Ну, на самом деле он запишется. Вопрос заключается в том, как он туда запишется. Нет. На самом деле возникнет такое понятие, как горячая точка. мы должны дождаться завершения процедуры записи А и контрольной суммы. Потом мы пишем D и снова пишем контрольную сумму. У нас возникает узкое место в системе. Узким местом является наш жесткий диск с контрольными данными. То есть мы можем распараллелировать процедуру чтения с исправным массивом, но при записи мы убираемся в предварительность одиночного жесткого диска. Понятно или нет? Понятно. Пока у нас тут два диска, три и четыре, это еще терпимо. Если мы собираем массив из семи дисков, то упираться при записях в предварительность днишного диска нам, ну, как-то вот, совершенно не хочется. Как этого можно избежать? Как можно распараллелить нагрузку на запись? Еще один? Писать? Ну, хорошо, мы должны двойную производительность при процедуру записи. При семи дисках мы потеряем, во-первых, два диска емкости, а во-вторых, мы придемся при записи все равно производительность двух дисков. это пиковый пузырь. Так он получится. На самом деле решение называется RAID 5 и выглядит оно следующим образом. Контрольная информация равномерно распределяется по всем жестким дискам. Я это дело собираю, потому что RAID 5 является наиболее употребительным, но кроме вот этих вот простейших домашних компьютеров в наших системах чаще всего используется RAID 5 и его в реанере. Что такое RAID 5? Выглядит это дело следующим образом. Для просматриваем три диска. Сначала все думаем примерно так, как написали для RAID 4. Мы пишем первый блок данн, второй блок данн и контрольная восстановительная информация для первых блок данн. Все как будет, да? А вот со второй порции данных поступаем иначе. Мы пишем сюда C сюда G а контрольную информацию мы пишем сюда. Что нам это дает? У нас исчезло горячее пятно RAID 4. Запись контрольной сомна равномерно распределена по всему массиву. Вот есть сюда мы пишем контрольную н и так далее. И так далее. До конца здесь. Данный тип массива является наиболее употребительным. Какую долю массива мы теряем по емкости на контрольную восстановительную информацию? Треть. Не слышал. Треть. Треть? Ну, в данном случае треть. А в общем виде? Общий не теряем сомна. Нет. На контрольную информацию емкости сколько мы теряем? В RAID 1 мы теряем половину. МНС 1. Мы теряем емкость одного диска из массива. На самом деле. Если у нас 8 дисков массива, то у нас эффективная емкость равна 7. Плюс 1 емкость одного рассыпается вот на вот эти кусочки. Вот они. Понятная идея, да? Этот массив получается достаточно экономичным по расходу дискового пространства и приемлемо производительным при операциях чтения и записи. Он, естественно, поступает в производительность чистому RAID 0. Потому что мы здесь пишем два куска информации плюс контрольные вместо трех кусков, которые мы делали на RAID 0. Он немножко хуже при операции чтения, потому что, опять же, у нас два шпинделя работают вместо четырех. и удобно. А что произойдет, если у нас выйдет из строя один из этих жестких дисков? На основании фонод, имеющихся, мы совершенно спокойно вытащим то, что у нас пропало. Делаем 200 между вот этими двумя тиранами, получаем установленные данные. Пропало Т, делаем между вот этими двумя тиранами, получаем установленные данные. А чем учлевать вот этот процесс? процесс восстановления данных является процессом нанемки то есть когда у нас начинается полное сканирование всех дисков восстановление быстродействие массива резко падает потому что появляются лишние логические процедуры для массива из пяти дисков достаточно мощный процессором падение производительности но примерно в два-три раза сразу но он работает что нам нужно сделать в этот момент вы помните что диски у нас одной партии быстрее подсунуть сюда новый диск не все системы позволяют делать не одну можно выключиться включиться не страшно что у нас произойдет после того как мы втыкаем новый диск пойдет процедура восстановления процедура восстановления чем характеризуется она характеризуется большой нагрузкой нам нужно прочитать стеной с первого и последний сектор вот этих гистов и записать сюда эту информацию и тут нас ждут сюрпризы вы помните что этот массив у нас собран из дисков примерно одного возраста один из них у нас умер и в этот момент мы даем большую нагрузку на оставшийся диск что может произойти они могут выйти из строя да но самое плохое что они могут выйти из строя в момент восстановления тогда потеряется вообще все если в момент восстановления при повышенной нагрузки выходит из строя еще один жесткий диск массив рейд 5 то все пропало вот это уже просто тогда при выходе из строя одного массива переносить оставшиеся в данной ситуации на другой диск без восстановления без восстановления после этого восстановления ну это потеря времени но зато я понял вашу идею я понял дело в том что процедура копирования на другой диск стеной с первого до последнего сектора и процедура чтения для восстановления с точки зрения нагрузки одинаковая мы здесь ничего не выбираем какие еще документы вот кусок диск вот он есть кусок скопьянки еще не доступен изначально покупать диски с разных партий ну это не всегда получается и тем более что в массив нужно набирать диски с близкими временными показателями в идеале конечно хорошо покупать одинаковые диски из разных производственных партий но не всегда они соберутся в хороший массив какие еще будут показатели ну еще они три диска еще на три диска хорошо вы придумали массив такой удваивый он пишется как 50 на самом деле он является массивом 5 плюс 0 так же как RAID 10 состоит из двух набор набора вы как-то строили у любого набора в общем-то он сомневался 51 к большему счету получается но быстрее не станет надежность у вас конечно вырастет но вы потеряете в емкости треть плюс половину то есть вот из 6 дисков которые мы здесь написали в наборе у вас эффективная емкость 2 диска а 4 обеспечивает вашу отказовость а ну вот 5 плюс 1 это достаточно дорогое решение для него сделать что еще можно произвести вот для решения этой проблемы он был стандартизирован как называемый RAID 6 чем он интересен собирается он не меньше чем из четырех взрослых дисков на самом деле лучше делать 4 это самое эффективное идеологически он полностью подобен диску RAID 5 без исключения одной маленькой тонкости в контрольную сумму мы пишем два экземпляра на разные диски чем плохо RAID 6 потеряем мы считаем контрольную сумму мы пишем его в два раза и потеряем в производительности чем хорошим в случае двойного сбоя мы еще как-то можем выжить какие у нас могут быть претензии для спастного диска которые у нас что здесь, что здесь к этому спастному диску у нас может быть одна очень нехорошая претензия этот диск был куплен вместе вот с этими и либо лежит у нас в столе либо установлен свободное гнездо дискового массива но мы ничего не знаем про его исправность правильно? мы можем запустить в этот момент он скажет, что извините, а я не работаю как можно избежать такого неприятного развития событий? ну, есть, конечно, вариант держать еще один диск про запас но есть более хитрый вариант которая выглядит отверстия вот так в том числе с чем вам интересно резервная емкость резервная емкость у нас не выкладывается целиком на, как называют, холодный жесткий диск который у нас мертвый лежит в столе или мертвый стоит в разговоре сервера равномерно распределяется по низковому массиву. Впустое место C, D, 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 D. Впустое место... Обобщай более вероятность... Насчет больше вероятности не знаю, но она есть. В случае выхода из строя всего диска мы опять не ставимся без резервы. Какой из вариантов лучше с холодным диском в резерве или с вот таким вот рассыпанием информации, на самом деле можно спорить. Диск, проверяемый где-то раз в полгода, либо средствами самолонистского массива, либо просто на отдельном компьютере, достаточно надежен для того, чтобы в следующие полгода не думать о том, что он уйдет в отказ в случае возникновения необходимости его использовать. Вот такой вариант интереснее для больших массивов с непрерывной нагрузкой, у которых все равно есть холодный вид. Как правило, такие вот ужастики применяются в дата-центрах, где непрерывность работы системы важнее всего. Там же проходятся всевозможные области. А какие у вас есть подводные камни, вот в этих массивах? Во что можно уберяться? Подводным камнем всех больших массивов является запись. Дело в том, что вот эта вот самая наша процедура ISO, хотя она и делается специализированными часто процессорами, она отнимает приличное процессорное время. Если вы хотите записать, скажем, гигабайт данных, вы нужно гигабайт поставить на два потока по 512 мегабайт, провести над ними операцию, исключающую или получить уже три потока по 512 мегабайт, которые разойдутся на три диска. Правильно? Капец, на вот это вот все принимает приличное время. Как с этим справиться? Если вы работаете дома и хотите собрать себе массив, который будет шустрее из трех дисков, вы можете использовать вариант 1Е. При этом мы потеряем не третью, а половину, но процессорную нагрузку там практически никакая. Там просто дублирование процедуры записи. А если вы хотите сделать что-то серьезное, вам нужно обратить внимание на процессорную мощь. Вот здесь. Это такой характер, как объем уферной памяти в рейс-контроле. Чем она интересна, я пойму. Мы помещаем сюда данные. Они обрабатываются процессором, после чего распиливаются на диске. Есть и маленький нюанс. Мы можем писать информацию только с подтверждением. Когда контроллер запишет то, что мы ему дали, мы продолжаем писать. Ждем завершения процедуры расчета и записи. А можем накидать в нем укладную пузырную память кучу данных, и пускай она занимается своими делами, а мы уже там работаем по своим задачам. Чем шалеват последний? Да, он быстрее с точки зрения системы. Если у нас здесь гигабайт памяти, мы там гигабайт ему отправили на обработку, занимаемся своими делами. С точки зрения компьютера запись завершена. А с точки зрения хранения? С точки зрения хранения у нас эта информация еще вообще нигде не хранится. В случае сбоя по питанию, происходит очень неприятная ситуация. Назваемая все уже. Поэтому большие системы, большие системы, с отдельными радиоаконтроллами, как правило, не разрешают такую отложенную запись до того момента, как на контроллер будет установлена специальная батарейка. Это батарейка. В случае потери питания всей системы, ну от двух недель до месяца, сохраняет состояние контроля. То есть у вас все умерло, все выпущилось, свет потух. Бесперебойник умер, опять же. Вы восстанавливаете питание сервера каким-то еще образом, непонятно, то ли меняете двух питаний, то ли дизель генератора запустили. Подаете питание и дозаписывается то, что осталось храниться в этой памяти. Такой режим хранения, в общем-то, надежный. Опять же, если будете где-то что-то собирать, не включаете режим так называемой отложенной записи, до того, как установите вот этот батарейный номер. Большинство контроллеров вам просто не разрешат его включить, но некоторые продвинутые не обращают внимания на его наличие и считают, что вы сами знаете, что делать. Имейте ввиду, может получить очень серьезные неприятности, когда у вас пропадет сброшенная в контроллер, но не отображенная на жесткие диски информация. И идем дальше. В самом начале были упомянуты Жесткие диски осознания. Что это такое? Как даже пробуется? А что это такое? Твердотельный жесткий диск. А что такое твердотельный? Чем он отличается от обычного диска? Твердотельный неправильность. По сути это просто набор микросхемы. По сути это просто набор микросхемы. Причем его огромное преимущество перед механическим накопителем скорости. А флешка это тоже самое или нет? Концептуально примерно то же самое. Идея та. Ну просто, извините, флешку я видел разобранную. Это, что называется, действительно видно, что это микросхемы. Да. Я создаю привод, это тоже, в общем-то, микросхема только большой емкости. Энергонезависимая память. Интерфейс не USB, скажем, а серия лаков. Приместь в том, что скорость доступа к электронной памяти практически нулевая. У нас нет ни вращения дисков, ни подвода головок. Поэтому время выборки данных у нее электронная, определяемая скоростью передачи сигнала. Это хорошо. Но есть маленький нюанс. Ресурс дисков SSD, сравненным с магнитными дисками, просто смешной. Грубо говоря, в 100 раз меньше. Для разных дисков по-разному, но если считать грубо, то в 100 раз меньше. Одна микросхема может быть перезаписана. Что это означает? Если для диски одну и ту же точку можно перемагничивать, ну, в общем-то, почти не ограничено, грань частота у других компонентов, то одну ячейку SSD памяти, переписанную туда-сюда, можно весьма ограниченное количество раз. С этим параметром производитель корица всячески ее повышает, но разница на двух порядках примерно сохранилась. Что это означает для нас в прикладном смысле в плане надежности? В плане надежности это означает, что если мы строим систему с SSD, то мы должны всеми мысленными способами избегать лишней записи на нее. Как этого можем добиться? Что у нас происходит при работе? Ну, давайте будем опираться на линдус, минусоиды и так все знаем. Что у нас происходит в системе? При загрузке что происходит? Чтение. Чтение. При загрузке мы читаем операционную систему, там все, что у нас прописано в запуске, оперативную память. Хорошо. Тогда мы начинаем работать. Слово ли это такое понятие виртуальная память? Виртуальная память? Виртуальная память означает, что у нас неиспользуемая программа, данные и прочее загружаются в определенную область жесткого диска. ЗАПИСЫВАЮТСЯ. 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 Потом снова читаются, потом другие. Снова записываются, перезаписываются, 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 перезаписываются. Чем это у нас кончается для создания привода? Тем, что мы тут у нас встроили. В один, в четвертый момент то, что вы записали, у вас не читается. Катастрофа. Есть еще такое понятие, как временные каталоги рабочие. В них размещаются временные файлы для работы. Выкидываются куски данных, почитываются. То же самое, они держатся на жестком диске. Если мы соберем систему на одном и создаем, она будет у нас быстрая, замечательная, но не долговечная. Не так давно отец Линукса, господин Линукс, попал в очень неприятную ситуацию. Компелировав новые ядра, он не успел никуда выказать, а машина у него была соединена с Д-приводом. Пришлось начинать заново. Что мы можем сделать в такой ситуации? Вот с этими вот нехорошими стрелочками. Как мы от них можем избавиться? Запретить запись на SSD вообще. Операционная система уставит на SSD, а она... Нет, он читает не быстро. Ну тогда временные каталоги какие-то изделия? Да, нам нужно избежать записи. Мы можем сделать систему с двумя капиталами, с магнитом и с SSD. И вот эти вот виртуальную память и временные каталоги мы перезначаем на наши. Не слишком быстрые, но это очень высокоресурсные, механические и жесткий тесты. Мы получаем мгновенную загрузку в систему программ, достаточно быструю работу и хороший ресурс. А как еще можно уменьшить эту нагрузку? Когда система пользуется виртуальной памятью? При отсутствии оперативной памяти. При отсутствии оперативной. Значит увеличится оперативная память. Как правило, система по 64-разрядным Windows с памятью, скажем 16 и выше гигабайт, услуг виртуальной памяти не нуждается. В большинстве случаев. Если у вас нет ничего специального, вы вычислили, пожирающего десятки гигабайт памяти. Поэтому мы тут ставим 16 и выше гигабайт оперативной памяти и отказываемся к использованию оперативной памяти вообще. Решено. Еще пара еще очень интересных вещей. Начиная с Windows MP3.1, но вы вряд ли эту штуку помните, она старше вас. Они умеют программным образом собирать массивы. Например, RAID 0, 1, 5. Но есть тонкость. Windows XP, старый доктор, умолчание умеет делать, по-моему, RAID 0. Семерка, само по себе, умеет делать 5. Умеет делать только серверные версии, начиная с Windows 2080. Можно, если у вас не кривые руки или очень много желания, определенным образом поправить трифайлинг в системе. Тогда даже старый Windows XP научится делать RAID 0. Делать это только в оборотовом условиях, ни в коем случае не на рабочей машине. Потому что ошибка в исправлении бинарных может привести к гибели всего и сразу. Есть в Windows 7 очень интересная возможность зафолирования разделов. Не дисков, обратите внимание. Разделов. Что это вам может дать при подумке? А очень интересная возможность. Вот у вас есть новый, хороший, жесткий диск, старостной, там, скажем, модель травы. Но он у вас один. Он имеет полное законное право, с рассчитанными вероятностью в 1-2% в течение года сделать вам ручку. Покупать второй диск перед травой, это, казалось бы, решение простое водичное на кусачек. Правильно? Мы можем взять любой старый, жесткий диск. Покупать карамидарный, создать здесь раздел, совпадающий по размеру. И с помощью средств системы Windows установить между ними зеркалируемые. Казалось бы, что нам это дает? А это нам дает очень хорошую штуку. Привыкайте из строя любого диска. Скажем так, вот, мои документы и ваши библиотеки рабочие. У вас есть мотивация, которые не погибают. Система, но обидно, досадно, но ладно. Покупается новый жесткий диск, установляется система, а данные у вас есть в копии. Если у вас, например, вот этот старенький, никогда меняется в другой старенький. Идея понятна, да? А теперь внимание, есть маленький нюанс. Операционная система Windows 7 не позволяет вот эту штуку сделать при русскоязычном имени машины. Когда вы задаете имя компьютера, если вы используете кириллицу, а потом хотите взять два раздела, вы получите сообщение об ошибке. Понять его источник невозможно, вы делаете все совершенно правильно, но оно нельзя. Решение очень простое. Англоязычное имя машины. Без кириллицы все проходит вновь. Почему-то это Windows. Больше про него ничего сказать не надо. Вот такой вот интересный есть вариант. Рейд контроллер. Может. Имеет полное законное право. Может вновь питание сойти с ума и выжечь все потрава компьютера. Тоже, в общем-то, никто ему не запрещает. В этом случае у нас поставят резервное копирование на накопитель, который у нас в обычном состоянии не подключен к системе. Вариант, когда у вас есть два жестких диска одновременно подключенных к компьютеру, и вы производите копирование с одного диска на другой, на самом деле резервным копированием почти не является. То есть да, в случае выхода из строя бы скорее всего сохранить эту копию, но не исключены ситуации, когда умрет все и сразу. Вы получите самую ситуацию, что скончавшийся рейд массивом целиком. Как тогда успеть перенести на подключенные носители? Как? Тут возможны варианты. Тут возможны варианты. Во-первых, нужно понять, что резервное копирование не является способом постоянной доступности данных. Резервная копия всегда создается по состоянию на какой-то момент. Если вы сделали резервную копию год назад, год назад вы ничего не делали, а потом у вас произошел сбой, выкинулись и вытаскивали резервную копию, то сами себе виноваты. То, что вы сделали за год, вам потери. И как быть, если у нас, например, диск размером 3кб, вы своими данными дрожите, раскидали это дело на несколько. Вы, предположим, используете бюре накопителя, резервное записали, или же вы используете внешние USB диски. Вы можете такое копирование делать, скажем, раз в день технически? Почему? Время. Время резервного копирования современных дисков совершенно нереально. А если копирует посяга? Вы думаете, что канал к серверу, даже пускай будет гигабитовый, сильно быстрее, чем вот эти каналы? Копирует не всё, а только те участки, в которых были бы снизу изменениями. Правильно. Мы можем использовать так называемый инкрементные копирования. В этом случае мы копируем не целиком, каждый раз всё, а только то, что мы применяли с момента прошлого копирования. Это гораздо экономичнее и по занимаемому месту, в том, что на каждой копии здесь карты работают, и не дописываются изменения. Она меняется чуть-чуть. И по времени, потому что мы должны принимать вот такой вот троул на весь диск. Разумеется, надо понимать, что программа резервного копирования такого типа всё равно работает достаточно долго. Потому что нужно провести анализ изменений, и даже само копирование занимает меньше времени. Вот у меня работают программы резервного копирования. Стонирование и сравнение занимают примерно час, примерно 15 минут занимает синхронизация собственно изменённых данных. прижимительных копирования. Какие ещё могут быть новые технологии такого копирования? Чтобы не висеть частный анализ изменений. Есть так называемая технология теневого копирования. Теневой том может быть в самой системе, может быть на сервере. в рамках политики данных. Любое изменение данных, которое происходит здесь, невидимым для пользователя образом, отображается вот здесь. Чем это лучше разового сплошного копирования? Скорость. Да, фокус в том, что суммарная скорость и суммарные затраты времени примерно такие же. Но они разбиты для пользователя на незначимые промежутки. Теневое копирование одиночного изменённого документа до доли секунды пользователя этого не замечает, продолжает работать дальше. Где может размещаться теневого? Она может размещаться на внешнем носителе. Она может размещаться на стену. Она может размещаться на другом конце земли. Строго говоря. В этом случае одновременно уничтожение данных практически невозможно. Есть ещё один очень интересный момент. Можно ли совместить вот такой вот режим и режим программного зеркалирования второго системы? Оказывается, можно. Ещё, наверное, с 60-х стандартизирован. Такое управление малой компьютерной системой. Как скази, позволяющий управлять любыми дисками, например, ленточными накопителями, сидя ровными, чем угодно. Прелесть в чём? Универсален и не зависит практически от аппаратных платформ. Сегодня у него аппарат для реализации данных серверов, наверное, встречали жёсткие диски стандарта SAS. Это просто-напросто сервера оттачить скази сокращение. Есть ещё один вариант. Мы можем команду готового скази засунуть в обычные самые пакеты IP, которые используются в сети интернет. Куча технология. Айсайз. В чём тут собственно? У нас есть один компьютер. Есть где-то установленный такой танк. Аппарат, который реализует команда этого протокола. Наш компьютер считает, что у него есть диск стандарта по большому счёту. На самом деле, когда он пытается его отправлять, по-моему, не капсулируется в пакеты IP, выставляются куда-то и отрабатываются здесь, на диске расположенном здесь. Повторю, прелесть в том, что с точки зрения компьютера вот этот вот диск является его родным. Он не подключённый по сети. Это не USB-накопитель для него. Это для него родной диск. Ни для какой программы он не отличим. Соответственно, то, что мы делали с зеркалированием, раздел средств для операционной системы Windows. Вы помните, да? Кусочек зеркалирования разделки. Мы можем его это хранить. Мы берём накопитель. Естественно, естественно. Надо понимать, что запись на такой зеркальный накопитель у нас лимитируется скоростью вот этого канала. Понятно, да? Если мы сюда пошли писать гигабайт, у нас процедура займёт приличное время, потому что она должна продолжаться по сравнительно медленному длинному каналу. Даже если это 7, получится непыстро. Но надёжно. Можно собирать такие массивы RAID из рассыпанных накопитель. Практического значения в этом немного, но с точки зрения компьютерного клипа достаточно интересно. На самом деле, это один из самых забавных массивов, которые я видел, это был RAID 5, собранный из четырёх айфонов. Их ёмкости были объединены через контрольную. А теперь вопрос на то, как, собственно, поняли, что я сегодня сказал. Как соотносится надёжность одного накопителя, я сказал, что это и массива RAID 0, в словом, 0 и 0, я так не теряюсь вот так. Больше она или меньше? Чем он удачный? Ураид 0 и 0. Ну, есть три варианта. Больше, меньше, такая же. Ураид 0 и меньше. СССР. А у СССР такая есть, нехорошая особенность. А если мы работаем в режиме RAID 0? А, да. Что? Смотрите фокус. Мы сюда пишем. А, Б, С, Д. А сюда мы пишем. А, Б, С, Д. Обратите внимание. Два раза меньше нагрузку на запись на каждой заготовке. В соответствии со временем заработки на отказ у вас удваивается. Маленькая такая есть. При этом у нас ещё и скорость удваивается. Обратите внимание. Другое дело, что это стоит уже очень больших дней. Существует комбинированная осина, в которой пытаются совместить производительность СССР и живучесть RAID. Получается, на самом деле, не очень хорошо. Как оно будет? Соконченный стандартный накопитель. И к примеру пристыкован СССР-накопитель. Он используется в качестве огромного прочтения. Т.е. постоянно использованные фрагменты данных, баз данных, например, нагружаются сюда. И при обращении за ними операционной системы, не происходит снова впечатление смертного механического накопителя, а данные практически неговерно отдаются с созданиями. С точки зрения предводительности получается красиво. Держу сроку. С точки зрения надежности, это у нас в успехе есть. Потому что пишется, пишется, пишется. На накопителях, которые еще стали популярными, которые называются НАСССР, видали такие вещи в интернет-магазинах и не обращали внимания. Это просто-напросто коробочек, в которых от одного до дешевых домашних, видимо, предполагаемых, жестких дисков. Видимо интерфейс, который реализует различные вариантов RAID. То есть вы можете купить там на два диска, сделать из них RAID 0 или RAID 1, для всех того, что хотите, и обращаться просто. У них, как правило, роль вот этого самого буфера исполняет довольно большая оперативная память. Как правило, емкость их собственной памяти до 512 гб. до 2 гб. Однажды я поставил следственный эксперимент, установив такое накопитель 4 гб, стало лучше. Но не настолько, чтобы это имело смысл. В принципе, кстати, обратите внимание, если у вас дома нет возможности отказоустойчивого хранения, , то дешевенький накопитель на два диска, стоящий где-нибудь в УРУ, на котором собран RAID 1 из двух дисков, является очень даже хорошим и удобным решением для отказоустойчивого хранения данного дома. Потому что, повторю еще раз, если у вас сгибнут данные, вы теряете их невосстановление. Хорошо. Вот мы рисовали тут жесткие диски всевозможные, каналы данных, передатчики. А как там передается информация? Ну что такое двоичный ход, знают все, да? Скажите, пожалуйста, вот у нас есть последовательность из единиц, нулей на карьеру. А где у нее есть подводные карьеры? Любопыт ее прочитать. Вот она у нас передается. Вот источник, вот прием. Где мы тут можем? В чем тут подводниками? Пустой раздел? Пустой раздел, я не понял. Это нуль Е. Нет, нельзя читать в произвольном месте. Может здесь протокарные ячейки все правильно. На самом деле, вот при таком примитивном кодировании, там нужны очень строго совпадающие тактовые генераторы. Иначе мы заботимся вот на длинных последовательностях. На длинных последовательностях без перехода я уже запретался. Потому что если у нас не совпадает тактовая частота, мы не знаем, сколько здесь нулей. Хорошо, если три. Скорее всего, такая частота приемника и генератора источника не успеет сильно разбираться. А если нулей здесь не три, а триста. Или, скажем, триста единиц подряд. Тысяча. Как быть? Что делать? Менять частоту. Менять частоту щебок. Уменьшать, пытаясь уменьшить ошибку. Но потерять вкусную способность. Нам нужно каким-то образом избежать вот этих вот постоянных уровней. Нам нужны переходы. Потому что переход позволяет нам установить начало, конец такта. Что мы можем придумать? Можем ее кодировать не уровень, например, а переходом. У нас будет положительный переход. Ноль отрицательный. Внутри одно вот так. Положительный переход. Внутри. Положительный переход. Внутри. 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 совершенно чётко идёт в 4-ю где-то по уровню. У нас рассинхронизация в пределах одного такта. Чем это хорошо и полезно? У нас он сам себе задаёт тактовую частоту. Мы можем чётко не следить за вот этими вот частотами. У нас рассинхронизация внутри одного такта. Понятная идея, да? Если внутри такта есть положительный переход, это единица. И он должен спуститься вниз, да? Он должен подняться и успеть спуститься. Да. Внутри этого вот так он делает, вот так. Мы уже отработали вот этот фланг, мы просчитали единицу. Если мы идём дальше, то если у нас внутри такта первого фланга идёт отрицательный, мы читаем 0. В чём прелесть? У нас частота сама себя задаёт. В чём недостаток? Или только передать 8 бит? Мы в лучшем случае должны делать 16 бит? Т.е. потерять половину выпускной способности. Это плохо. Но, с другой стороны, а что делать? Есть способы более изящные? Сейчас я картинку срисую, потому что на память я не помню. Так называемое избыточное кодирование. Избыточное кодирование вот такого плана. Мы берём группы из 4 бит для простоты картины. И каждой вот этой группе задаём соответствие. Из 5, заметьте, здесь 4, здесь 5. И результирующий код. 4, 0 соответствует код 1, 1, 1, 1, 0, и так далее вплоть до 1, 1, 1, 0, 1. В чём прелесть этого решения? Ни в одной группе у нас не встречается больше 4 уровней одинаковых подряд. То есть у нас нет вот таких вот бесконечных последовательностей нерей и единиц. Кроме того, сколько здесь сочетаний? Из 4 бит? 16. Ну? 16. А из 5? Столько же 16. Нет, из 5 мы можем уже 32 обитаться. Ну да, половина есть. Но из них половина будет считаться запрещённой. То есть, если приёмник у нас принял что-то из запрещённой половины комбинации, мы кроме того, что мы не мучились синхронизацией, мы уже сразу знаем, что у нас решетка влияет. Понятная идея, да? Если пришла запретная комбинация, значит у нас произошёл сбойник. Чем хорошо это кодирование по сравнению с таким вот? Здесь у нас полоса пропускания требуется в два раза больше, а здесь на одно пятое больше. Плюс, здесь ещё получаем отказовскую общину. Есть более продвинутый вариант кодирования. Такой используется в технологии фастовернатора. Есть более продвинутый вариант кодирования, где он ведёт не 4 в 5, а 6 в 8 кодирование. То есть, каждая группа из 6 бит исходных данных заменяется на однозначно составляемую группу из 8. Здесь, соответственно, у нас 64 возможных сочетаний, здесь 256. То есть, фактически, только одно из четырёх передаваемых линии сочетаний является законным. То есть, остальные незаконные. Это повышает у нас помеху устойчивости. То есть, мы ловим ошибки на раз. Если пришло незаконное сочетание, мы уже дальше не обработали ничего. Начинать восстановление аналогов связи. Как записывается информация на самдиск? По какому из этих алгоритмов? Как вы думаете? Физику изучали? Ну, понятно, что там идёт магнитная индукция. Понятно. А сама запись на диск как осуществляется? Ну, вот в чём хранится информация. Вот этот кусочек диска, в котором прилетел головку. Вот он ваннули на наш слой, подножку. Ну, выискиваем с другой стороны. В чём она здесь хранится? В каком ходе? Из тех, что я сейчас показываю. Сама физика хранения. Что такое физика? Хорошо. Магнитного поля какие есть свойства? Ну, полярность. Направление вот такое. Направление. Один кусочек на магните вот так, а другой вот там. Мы получаем именно вот это вот самое наше подъемное. Проблема заключается в том, что при хранении информации на жестком диске, вот в таком виде, вот в таком виде. Мы что получаем? То же самое наше нелюбимое постоянное противоположное. Которое непонятно, так и можно вот так вот нарезать на кусочек. Тоже одна из серьезных проблем. Поэтому используется здесь, так называемый, манчестерский код. Здесь кодирование тоже с помощью перехода. Собственно, как я описывал. Здесь у нас магнитический код. Дальше происходит так, что у нас уже серия не будет размагничена. Снова полагнитный переход. Вот он у нас численно видим, а численности код, реализуем на жестком диске. Только в 20-м промежутке. Именно это у нас определяет плотность записи. Потому что размер флангетного кристалла, с которым мы это можем рассчитать, имеет физические ограничения. Я думаю, что плотность записи, которая сейчас достигнута, практически уже предельная. Дело с ней, ничего уже не получится. Покажите, пожалуйста, почему, как вы думаете, от хранения данных с помощью, как говорится, со здоровенной параллельной шлейфой, помните и беде? Или уже нет? Или здесь же поколение серии АТО? Не помню. Помните? Боюсь, что они не понимают ни то слово, ни это. Все-таки надо пояснять. Надо пояснить. Раньше винчестеры присоединялись к системе. А что такое винчестер? Он уже в кедиске. Наш раз в кедиске присоединялся к коробочке. Ко всем остальным местам в пользу здоровенного шлейфа, в котором было в домашних компьютерах 40 рабочих, а потом стало 40 рабочих, а еще и 40 хранилищих. Давайте аналогичный вопрос. Поднимите руки, кто видел такой шлейф. А, все-таки кто-то видел. Почему от этого помещенного шлейфа перешли по нашему маленькому винтовку? Кто знает? На самом деле есть очень интересный фокус. Что такое индукция? Знаете, да? Отлично. От чего зависит индукция у нас в крови? От частоты зависит? От частоты зависит? Индуктивное сопротивление делится от частоты. От частоты, если у нас в плотенях разных живых передаются сигналы, где единицы и нолики чередуются с разной скоростью, то у нас в этих проводниках образуется разное сопротивление. Хуже того, получается разное время распространения сигнала. Поэтому поднять частоту больше, чем передачу 133 ГБ в секунду на параллельном кабеле просто физически не получился. Кабель длиной полметра, максимум 133 ГБ в секунду передавал. Если его удлинять, сигнал просто терялся, портился, ему чисто просто не работал. Были умельцы, которые пытались использовать метровые кабели самодельные, но не работали. Хуже тогда было. Здесь проблемы могут возникнуть с формой камеры. То есть, если он лежит прямо, то у вас сигнал будет работать. А если вам пришлось сигнал по корпусу изогнуть, вот так вот, он придает же длине работать, перестает. Потому что получается, опять же, различные задержки для вывода. Вводили экранирующие, чтобы они другому не мешали, ограничивали длину, меняли оттену немножко размет, ничего не было. Поэтому перешли в последовательную передачу сигналов. Здесь у нас, другу говоря, две информационные жила. Ну, попустим, там еще летает пара. В большому счету. В итоге, мы здесь подняли частоту. Уже сколько сейчас серия вода передает? Переходим. 6,2 секунды. Только за счет перехода к последовательной передаче данных вместо параллельной. Поскольку разное рассчитательное. Во многом смысле. Эта проблема исключительно, это проблема чистой физики. Что бы здесь ни делали, называется, не растет кокос. Не получается. То есть это к вопросу о коллективизме и индивидуализме? Да. Когда бежит толпа, приходится равняться по последнему. При проверке передачи данных, сигнал считается передным, когда передан последний его элемент. Ничего ты не сделаешь. Мы не можем здесь бесконечно поднимать частоту, потому что тогда первый элемент из следующих пакетов догонит предыдущих. Самых методов. И как их читать, вот здесь, будет совершенно непонятно. Получится полная каша. А чем отличается, скажем, высота от сказок? Знаете? Можно ли вот на полетисты поставить на данный контроллер? Вот у вас есть мощный рейт контроллер, у которого написано, что он работает диском с интерфейсом касса. Можно ли использовать дешевые диски? На самом деле можно. Потому что вот это множество команд атака является поднимножеством команды сказки. Все, что может командовать контроллер, этот контроллер должен командовать диском полностью. То есть он знает все необходимые для него команды. Но не наоборот. Наоборот, не ползутался. Если вы попробуете как-то контроллер присоединяется с артистом, то номер уже непонятно. Почему, опять же, тоже понятно, да? Этот контроллер не знает всех команд из этого диска. Это более мощный, более гибкий интерфейс. Если вы посмотрите, сколько эти диски стоят. Ну, хороший SAS-диск. Я думал, что сейчас в районе выяснилось, что мы подумали, что они стоят. Как вы понимаете, таких дисков серия Латань? Понятно, что можно выбирать рейды на самых крутых контроллерах без дешевого диска. Но не наоборот. А зачем они нужны, если они такие дорогие? Спасибо. Они умеют очень хорошо работать с множественными запросами. У них большая глубина очереди. И когда в серверной системе они имеют одновременно тысячи запросов, они могут переупорядочить эти запросы, которые могут, чтобы отработать их наибольшую структуру. Ты долго перепланировать, что вот так написано. Сначала происходит перепланировка, и повторительная проводка совершенно нет. На домашних компьютерах большого выигрыша нет, на нагруженных системах разница бывает во много раз. То есть объем у них примерно такой же, а просто умнее? Как правило, серверные диски с интерфейсом SAS уже делаются сразу под большую скорость вращения. Сами были не у них вот такие вот, иногда бывают даже одни и те же. На одном заводе сделаны, одинаковые категорица установлены, но разные управляющие. Вот, наверное, если целыми телами, то практически все. Есть еще хвосты? А можно у меня вопрос? Да, конечно. Вот смотрите, когда я храню информацию у себя, то у меня диск быстро заканчивается. А вот у Яндекса он почему-то никогда не заканчивается. Совершенно верно. У Яндекса диск закончиться не может по одной из простой причин. Это не диск. Множество дисков. Даже не множество дисков. Это множество массивов, причем они расположены ни в одном месте, не только Москвы, но, наверное, по всей России. Вам выдается логическое представление в виде какого-то объема. А физических там вот эти самые RAID 5, RAID 6 стоят не с тысячами, не с тысячами дисков. Нет, это все замечательно. А почему у них хватает на всю страну? Потому что уже много денег. Эта проблема решается чисто экстенсивным путем. Мы начинаем замечать, что у нас ресурс кончается. Мы ставим стойку. Набиваем ее листовыми полками. И получаем еще какое-то совершенно невообразимое количество емкости. Которое распределяем на эту пользу. Этот вопрос решается просто, тупого экстенсивного количества накопителей. и количество накопителей, но объем каждого из них это типа терабайт, там, 3 терабайта. Да, 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 это обычно все просто стандартные диски. Тогда я не понимаю. Тогда я совсем не понимаю. Логический массив. Мы будем иметь в любой размер. Вот смотрите, мы берем 3 диска по терабайту, и в системе вы видите диск С емкостью 3 терабайта. Правильно, но этого не хватит системе, которая работает со стороной. Правильно. Так вот так там и не 3, и не 33. Там и десятка тысяч. А почему же они не отвечают быстро? Потому что на уровне пользователей происходит логическое разделение. На самом деле это вовсе не единый диск. На самом деле это вовсе не единый диск. Когда вы входите в систему со своими там именными паралами, то вас уже совершенно четко переправляют на тот кусочек, где хранятся ваши данные. Это какой-то массив, на котором хранятся данные, там, не знаю, стапы, сколько там числений. Надо уходить в яндекс. Не важно, но много. Вот на этой полочке хранятся данные стапы. В том числе и ваши. Когда человек входит в другую магию, его отправляют на другой конец простой, к другому дискому массиву, и хранятся его данные. Если здесь начинает не хватать емкость, но данные текстопольники внезапно. Вводим еще один массив. Проширяем линию на него. Рейд 5 мигрирует, скажем, с трех из всех на четыре. Никакой проблемы не представляет. Просто провести перерасчет на ходу. Вы этого не заметите. Хорошо, господа. А все-таки, а есть ли еще у вас вопросы? Все ли все поняли? Нет, все поняли, все равно ничего не поняли. Что называется, есть ли у вас вопросы? Давайте. Чуть что громче. Что вы стеснялись спросить о компьютерах? Что-то я не вижу, чтобы были вопросы. А что такое компьютер? Выживительные системы, строго говоря. Компьютеры бывают очень разные. В том числе и в золотом. Можно я спросить? Что-что? Вопрос бы того. Да, пожалуйста. Всем, кто используется флешками, информацию необходимую будет доступна, но храним на день. А есть информация, которая в управленной станке представляет достаточно большую цель. Да? Какой наиболее эффективный способ, вот там мы говорили про резервное копирование от рабочих дисков, это будет просто файл, ну важно, ценности, образцы, сохранить, это сделать резервное копирование на эту же флешку? На эту руку, да? На эту руку, да? Да. С него копирование будет. А вот вы правильно заметили, что резервное копирование делает все флешки, это зачастую, что это толпы, и неоснованное время. То есть этот файл на компьютер перенести, да? Да, что-то, чтобы было не меньше двух изумляров одного этапа. Вот эффективной технологией является как раз хранение буквы. На том же самом гендерстве. А, вероятно, что тот, кто отзыв пользуется или нет? Так, господа, социологический опрос. Кто из вас знает, не в смысле, что слышал, а в смысле, что сам видел, как это работает, или у вас это работает? Что-нибудь типа Яндекс.Диск или там Дропбокс или как? Дропбокс. Поднимите руки, кто это видел. Ну, в реальной жизни. А, ну вот посмотрите на руки, чтобы, знаете, валить не везти. Кто? Да, потому что я не понял, есть на системе Дюймов тоже. Хорошо. Может, это было устроение, которое можно своим соматом какие-то союзники повседять? Совершенно верно. Я относительно нужен точно так же. Ну, почему? Если вы вкладываете информацию в интернет, что-то будет? Ну, например, архиватор 7-zip, но бесплатно есть такой. Вот. Если шифровать своего алгоритма с паролем, это уже достаточно хорошо. Винрар платный, я не люблю платный по платной программе. Вот. Поэтому мы можем взять 7-zip, сжать файл с шифрованием, на том же янгинтистике стоит. Даже если мы покупаем какую-то полученную функцию, ну, 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 Вот. Максимум, что могут сделать злоумышленники, даже если продукт, там, скажем, ваш пароль доступа к Яндексу, там, взломают саму систему, но они смогут стереть. Нарушевровать его за разумное время. Единственное, единственное, что есть программа автоматического перебора паролей, поэтому пароль Дмитрий Ильинцев сдавать не надо. янгин, янгинь.